МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир городского телеканала ЮТВ продолжает выпуск новостей. Меня зовут Анастасия Панина. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Число пожаров в Уфе выросло почти на 50%. Жильцы девяти уфимских многоэтажек на несколько часов остались без тепла и горячей воды. 80 лыжников из восьми регионов России борются за звание лучшего. Ювелиры из Уфы примут участие в чемпионате WorldSkills Russia. В Поволжье из-за погоды объявлен желтый уровень опасности. И девятый вал Айвазовского можно увидеть в Уфе до конца февраля. Число пожаров по Башкирии выросло на 20%, а в Уфе почти на 50%. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета Башкирии ПЧС Фарид Гумеров. С начала года в республике уже зарегистрировано 372 возгораний, из них 78 в Уфе. По мнению специалистов, рост числа возгораний связан с неисправностью электрооборудования, низкими температурами и человеческим фактором. Нельзя перегружать электросети, топите печь, поставьте потопочный лист. Ну, как правило, ответ какой следует, что 10 лет у меня стояло, это не горело и не будет гореть. На следующий день происходит пожар. Граждане не совсем осознают, что за свою безопасность, прежде всего, сами должны бороться, смотреть окружающих себя, соседей. Пожаров стало больше в 28 районах республики, в том числе в Кушнаренковском, Крамаскалинском, Бурзианском, Шаранском и Благоварском районах. По состоянию на 31 января суммарный ущерб от пожаров составил почти 37 миллионов рублей. Чаще всего они возникают в надворных постройках и жилых домах. Во время пожаров с начала года спасено 253 человека, количество погибших – 26. Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям с 1 февраля запускает акцию «Вместе против пожаров». Перечня основных мероприятий этой акции – во-первых, информирование населения об обстановке с пожарами в республике, о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности. Главой республики Башкорстан Руссен Закевичем Хамитовым поставлена задача обеспечить все семьи с детьми пожарными извечателями. На следующей неделе рост числа пожаров обсудят и в правительстве на заседании республиканской комиссии. Несколько часов без тепла и горячей воды в зимнюю стужу. С таким испытанием столкнулись жильцы сразу девяти уфимских многоэтажек. Во дворе дома по улице Комсомольской произошла авария на теплотрассе. Ремонтные работы уже завершены, горячая вода и тепло вновь появились в квартирах, но жильцы все равно крайне недовольны. Почему, выясняла наша съемочная группа. Жильцы нескольких домов по Комсомольской крайне возмущены. Они говорят, что устали от постоянных отключений в своих квартирах горячей воды и тепла. Несколько раз в год на этом участке происходят аварии, из-за которых придомовую территорию постоянно перекапывают. Каждый год по пять раз меняют там они что-то трубы. Нет бы сразу хорошие новые поставить, и все бы нормально было. То там раскопают, то там раскопают. Никак трубы не могут налаять. То в одном месте, то в другом месте, то в третьем, то в четвертом. У нас здесь, если посмотреть, как говорится, наш асфальт, он весь в заплатках, потому что они то там копают, то в другом месте. Уже раза три, значит, было все это прорвалось. Они меняют маленькие кусочки. Еще одной каплей стало недавнее аварийное отключение. Почти на 12 часов без тепла и горячей воды осталось 9 домов, детский сад и еще два здания. Пострадала также многоэтажка, возле которой произошла авария. Ее подвал затопило кипятком, а клубы пары хлынули в подъезд и квартиры. В подъезде сырость, пар вот это все до пятого этажа идет, все оцелевает, это же на лифт действует. Через наш подвал проходят все трубы к тем домам, и мы постоянно страдаем. Наш подвал всегда в воде по колено. Я живу на первом этаже, значит, все полы были горячие, со всех, как говорится, дырок, из продухов везде шел пар. Уже жильцы терпеть не могут, потому что у нас постоянно там все в подвале, все это протекает. Баш РТС совместно с городскими службами завершили ремонтные работы только ночью. А на время аварии, чтобы жильцы не мерзли, в подъезде установили тепловые пушки. Сейчас теплоснабжение в доме полностью установлено. Основной причиной технологического повреждения стала изношенность инженерных коммуникаций. Во время работ специалисты тепловых сетей совместно с УЖХ Советского района поддерживали циркуляцию сетевой воды в системах отопления жилых домов. Нештатная ситуация ликвидирована к 1 часу 31 января. Потребители подключили по стандартной схеме. К утру в квартирах все еще прохладно. Оно и понятно. Для того, чтобы здание прогрелось, нужно время. А вот по поводу постоянных аварий жильцы говорят, что уже обращались в различные инстанции, но пока безрезультатно. На все обращения, как говорится, высшие инстанции, они говорят, денег нету, большие долги в республике перед Баш РТС, поэтому денег у них на трубу нет. А то, что они там постоянно при каждой раскопке закапывают сюда машинами асфальт, у них деньги на это находятся. Мы позвонили с тем же вопросом в Баш РТС. Там нас заверили, что проблема все же будет решена, но только в летнее время. Поврежденный участок планируется полностью заменить в этом году в рамках летней ремонтной кампании. Выполнят ли свои обещания муниципалитеты, мы проверим. А вот жителям этих домов нужно морально подготовиться к ремонту, ведь трубы без значительной перекопки двора не заменишь. Случаев гриппа в республике до сих пор не зафиксировано, зато за последнюю январскую неделю за помощью к врачам с ОРВИ обратились более 19 тысяч жителей Башкирии, почти 70% заболевших дети. Но, как говорят в региональном управлении Роспотребнадзора, поводов для паники нет. Заболеваемость ОРВИ сейчас находится ниже эпидемического порога почти на 12,5%. Ювелира из Уфы примут участие в пятом открытом чемпионате WorldSkills Russia. Он пройдет уже в начале февраля в Челябинской области. Нашу республику будут представлять ребята из художественно-гуманитарного колледжа. Кстати, он единственный в Приволжском федеральном округе, где обучают этой профессии. В Международный день ювелира, который отмечают 31 января, Лена Таюпова узнала секреты их мастерства и познакомилась со студентами. Это первая цепочка, которую делает Эльвина. Она осваивает классическое плетение бисмарк. Не все сразу понимают эту технологию. Некоторых студентов хитросплетение техники ставят в тупик. Но Эльвина освоила ее быстро. Сейчас она выполняет самую интересную часть задания – паяет. Ты работаешь с огнем, плавишь металл. Он так ярко светится, все переливается. Там вот это вот все. Особенно серебро. Очень красиво. А если в серебре есть окислометаллов, то есть оно грязное. Там зеленый огонь, потом синий, потом переходит в красный и желтый. В Уфимском художественно-гуманитарном колледже не только изучают основы ювелирного дела, но и придумывают эскизы. Несмотря на то, что сейчас распространено заводское производство ювелирных украшений, в колледже делают упор на ручную работу. Она более трудоемкая, требует больше знаний. И главное, чтобы получилось хорошо, в украшения нужно вложить душу. Говорят, ювелир – ремесло. Возможно, это ремесло, но когда уже тут подключается и опыт, и видение художественное, вкус, то это, конечно, уже искусство. Если у будущего мастера вкус помогает понять работу, выполненная в технике филигрань. Она сложная и требует усидчивости. Здесь приходится сочетать проволоку разного диаметра. Узоры – это вообще иногда сидишь, думаешь, что сделать, не знаю. Мы прорисовываем, думаем узор сначала, потом наклеиваем и уже по нему набираем. Всегда что-то новое хочется. Вот это делаешь, быстрее доделаешь, чтобы новое чем-то заняться. Тимур и Тигран сейчас отрабатывают навыки, которые приобрели за три года обучения в колледже. Ребята едут на конкурс профессионального мастерства. Их преподаватель Ланда Шахонова говорит, что работу предстоит сделать сложную. Но парням, как ни странно, нравится плести кружева филиграни. Именно девушки сидели, у них тонкие ручки и такие тонкие изящные изделия получались. Вот здесь, например, татарская скань. Изготовили эти изделия наши учащиеся по музейным образцам. Вы знаете, сейчас прямо какой-то рассвет культуры башкирских украшений. Душа народа, она нас согревает, и мы этим сильные очень. Башкирские национальные орнаменты популярны и в Москве. Хотя основные тенденции ювелирной моды задают Америка и Европа. Сейчас время минимализма, говорит президент гильдии ювелиров республики. Популярны тонкие браслеты. Немалые спроса на украшения, выполненные в традиционных техниках. Кострома, Питер, в принципе, Екатеринбург – это литье. Если взять Якутию, то у них есть свои орнаменты, свои эти. У них тоже, в принципе, есть филигрань, но уже узоры другие. Ребятам нравится изготавливать украшения с использованием национальных орнаментов. Заинтересовалась ими даже Анастасия, которая приехала учиться в Уфу из Тюменской области. Сначала студенты художественно-гуманитарного колледжа делают копии старинных украшений. А когда принципы создания освоены, привносят что-то свое. Но от канонов не отступают. Сейчас ювелирное дело развито хорошо. Там столько оборудования, столько возможностей. Хочется создать что-то непохожее на остальных. Это очень сложно, но попробовать можно. Лучшие ювелиры России приедут в Уфу осенью. У нас пройдет выставка, на которой каждый сможет не только пополнить свою шкатулку с украшениями, но и увидеть, как их создают. Алина Таюпова, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. Очарованный морем Айвазовского. В выставочном зале возрождения открылась выставка работ прославленного мариниста. Это знаменитый девятый вал, сотворение мира, хождение по водам, а также пейзажи с видами Кавказа, Италии и Турции. В экспозицию вошло 30 копий полотен художника, причем изготовленные они по новейшим лазерным технологиям. Посетить экспозицию можно до конца февраля. Главное для нас, вы знаете, висеть вот эту, ту самую, прописеть и скудеть. Конечно, многие взять могут посмотреть, компьютеры там. Но когда вот в выставочном зале, в этом свете, с искусствоводом весь, и когда вот раскрывает целые палитры его, грани творчества любого художника, то есть вообще по-другому выглядит. В Ашкере у нас порядка 16-20 тысяч площадок, к которым мы отправляем все вот эти картины. Картины распечатаны при помощи лазерных технологий, что позволяет добиться высокого качества. Если вплотную подойти к нашим репродукциям, то можно заметить мельчайшие трещинки, которые свойственны оригиналу. Конечно же, будет проведена экскурсия, будет дана информация, и люди смогут узнать об Айвазовском и его чудесных картинах. Филигранная техника, решительность и смелость – всеми этими качествами обладают юные горнолыжники. В Уфе проходит первенство по Волжье по этому виду спорта. За покорителями снежных трасс наблюдал наш спортивный корреспондент Андрей Шарыгин. На горнолыжной трассе они уже не дети, а профессиональные спортсмены. Даниле Домнину всего 14 лет. Из них 10 он занимается горными лыжами. На первое занятие будущего чемпиона привела старшая сестра. С тех пор он влюблен в белоснежные склоны. Я сначала попробовал, не очень нравилось, а позже полюбил этот спорт. Он захватывает дух, это классно спускаться за горы с большой скоростью. Первенство Приволжского федерального округа проходит в двух возрастных группах – 12-13 и 13-14 лет. И в трех дисциплинах – слалом, слалом-гигант и горнолыжная комбинация. На трассе лыжники развивают скорость до 40 км в час. Цель спортсмена – как можно быстрее проехать все ворота. Стартовал участие под номером 16, первушина София. Для молодых спортсменов подготовлена отдельная трасса. Она отличается количеством ворот, техметражом и радиусом. Перепад высот для юниоров не должен превышать 150 метров. Особое внимание уделяется безопасности спортсмена и подготовке инвентаря. Хотя первенство по Волжье далеко не единственный вызов для юных горнолыжников. Сейчас следует серия соревнований, которые будут проходить в Белорецке имени Кедриной «Сероссийский старт». Затем первенство России 2002-2003 год участвуют и Байкальско-олимпийские надежды. Пока за молодых спортсменов болеют только родители и друзья. Но, возможно, уже через четыре года мы увидим наших земляков на Олимпиаде. Андрей Шарыгин, Ильдар Каюмов, городской телеканал ЮТВ. Жители Башкирии сами выберут места в городе, которые надо благоустроить в первую очередь. Голосование проходит в рамках приоритетного проекта «Формирование городской среды». Вносить свои предложения горожане могут до 9 февраля. В список предлагаемых территорий могут входить парки, скверы, набережные и так далее. На реализацию этих инициатив в 2018 году направлено более 2 миллиардов рублей. Участвовать в ней будут все 63 муниципальных образования. В марте состоится уже рейтинговое голосование, по результатам которого сделают окончательный выбор объектов для включения их в муниципальную программу благоустройства на ближайшие годы. В Уфе загорелась маршрутка. Произошло это прямо на остановке в Демском районе. В салоне в это время находились пассажиры. По видео можно предположить, что воспламенился правый задний поворотник автомобиля. К счастью, никто не пострадал. Водителю удалось быстро среагировать и потушить пламя. А вот на железнодорожных переездах в Ашкирии появятся камеры, фото и видеофиксации. Установить их планируют в Нагаево, Шамоне, на Белорецком и Стелетамакском районах. Работы начнутся в феврале. Также в ГИБДД напомнили, что штрафы за нарушение предписаний знаков перед переездами немаленькие – 5000 рублей. Будьте внимательны. Во вторник на дорогах в Ашкирии зарегистрировано 7 аварий. В них пострадали 9 человек. При этом в городе по-прежнему одной из самых распространенных причин аварий остается левый поворот при смене сигналов светофора. Пересечение улиц Калинина и Ульяновых. 31 января, 15 часов 47 минут. Логан при левом повороте не уступает встречному маршрутному автобусу. Удар настолько сильный, что легковушку разворачивает на 180 градусов. А маршрутка останавливается уже на обочине, едва не сбив двух пешеходов. Судя по пешеходному светофору, маневры происходили при смене сигналов. Есть предположение, что водитель Рено Логан вообще не собирался поворачивать налево, а пытался избежать возможного столкновения с поворачивающим налево серым Хюндай. Но даже если это так, мы считаем, что явной опасности для легковушки не было. И скорость позволяла водителю вполне спокойно остановиться или объехать помеху справа. Решение о виновности в данном дорожно-транспортном происшествии вынесут компетентные органы. Но еще раз убеждаемся, что при подъезде к перекрестку в любом случае необходимо сбавлять скорость. Для вашей же безопасности. Предприниматели из Екатеринбурга запустили проект по очистке улиц без помощи администрации и назвали его «Чисто там, где чистят». Что из этого вышло, расскажет наш гость из Сербии Мирка Здравич. Смотрите из России с любовью. Здраво! Екатеринбургские предприниматели запустили проект «Чисто там, где чистят». Проект по очистке улиц не прибегает к помощи городских служб. У нас в России ведь как? На администрацию надейся, а сам не плашай. Или проще говоря... Если хочешь что-нибудь сделать, сделай это сам. Вот так. Один из создателей проекта говорит, что идея пришла, когда он разок столкнулся с недобросовестной работой городских служб на скользком тротуаре и... Сломал себе бедро. Чтобы уберечь земляков от подобной участи, он вместе с коллегой нанял дворника. Дворники государственные их не устраивали. Они только вид делали, что работают, говорят предприниматели. Вот и закупили новенькие лопаты и реагенты. Нашли трудолюбивого дворника и поставили план. Одна улица в неделю. Сделали дворнику приличный ежемесячный оклад в 30 тысяч рублей. Что раза в полтора выше, чем у коллег-дворников. Да и не только коллег. С таким окладом и работа пошла. Что ты делаешь? Что ты стенку мараешь? Выродок ты! В иностранной компании срочно требуется интеллигентный дворник, зарплата 1000 долларов. Один момент, пожалуйста. Хайду-йду, сэр. Дворник Азамат работает в прямом смысле из-за троих. Каждый день присылает фотоотчет о проделанной работе. Таким продуктивным дворникам сразу заинтересовались СМИ. Авторы проекта говорят, что таким образом хотят дать понять горожанам, что стоять у мэрии с плакатами не лучшая идея. Гораздо лучше начать делать что-то самим. Э, белый паренек, яма сама не выкопается. Взял лопату в руки и начал ху... Копай! Комментаторы в Рунете высказывают разные мнения. Одни говорят, что глупо платить из своего кармана за работу, которую должно делать государство на наши налоги. Другие поддерживают. Мол, это единственный способ поменять ситуацию. Ну, а третий всерьез боятся, что за инициативу парней накажут. Хотя, с другой стороны, чего наказывать-то? Бюджетные деньги остаются в карм... А, в смысле, в казне. Да и предприниматели, по их же словам, в добрых делах останавливаться не собираются. Вы уж тоже, правда, все за меня делать будете? Ага! Ну, а пока проект только набирает обороты. Да и с таким спросом добропорядочные дворники смогут деньги грести лопатой. Все говорят пока, а как поднять бабла? Ты не ходи сюда, а то нет-нет-нет-нет попадешь. Башкирии! До скорых встреч! В последний день января жители Башкирии стали свидетелями редкого астрономического явления, полного лунного затмения, называемого кровавой луной. Наблюдать его можно, когда небесные тела выстраиваются в одну линию, солнце освещает землю, а та отбрасывает тень на луну. Именно в этот момент ночное светило меняет свой цвет, оно приобретает оттенок земной атмосферы. Длится затмение не более часа. В Уфе сотрудники планетария в этот вечер организовали для всех желающих смотровую площадку на крыше ТРЦ планета. Это ведь СМИ говорят, кровавая всегда. На самом деле, видите, она больше немножко мандариново-серого цвета. Выход из тени будет продолжаться час с лишним. То есть достаточно медленно будет выползать ее, ну скажем, уже незатененная поверхность. И полнолуние будет уже прекрасно видно. И о погоде из-за снегопадов и сильного ветра в Поволжье объявлен желтый уровень опасности. Нет его только в Пермском крае и Башкирии. По прогнозам синоптиков, в нашу республику идет потепление. В Уфе, по данным Яндекс.Погода, 1 февраля ночью еще будет холодно, до 20 мороза, утро минус 16. Днем уже 11 ниже нуля и к вечеру около 10 градусов. Также ожидается снег и небольшая метель. Кстати, в январе в республике выпало всего 60% от месячной нормы осадков. Спасибо, что вы с нами. Всего доброго и до свидания.